Всем привет! Сегодня я хочу вам показать рулетик очень простой, очень легкий. Это будет рулетик из творога. Его приготовить можно с разными начинками. У меня этот рулетик будет небольшой, их можно и заморозить впрок, приготовить попозже. Я так как сделала его маленьким, потому что я его делаю для ребенка, чтобы ему удобно было в ручку взять, можно его сделать чуть-чуть покрупнее. Я буду использовать творог. Творог у меня такой не водянистый, суховатый. Возможно, вам понадобится чуть-чуть больше муки, допустим, если у вас творог более жидкий. Рецепт вы видели у себя на экране и также оставлю его в описании. Добавляю сюда желток, манку, муку и сахар. И сразу же туда чуть-чуть ванильки. И теперь это нужно хорошенечко размять вилкой. Если вы будете готовить на 350 грамм творога, используйте целое яйцо, а не только желток. Теперь нам понадобится обычный полиэтиленовый пакет, на который мы выкладываем нашу творожную массу. Особо не дожидаемся ничего. Придавливаю немножечко, его сейчас распределю руками, накрыв сверху еще одним пакетом. И теперь внахлёст перекрываю с четырех сторон. Кто видел, как раскатывают масло для слоеного теста, суть такая же. Перекрывайте внахлёст и переворачивайте. И теперь раскатываем. Внахлёст мы перекрывали для того, чтобы сделать ровный квадрат. И масса была у нас прямоугольная. Получился вот такой прямоугольник. Раскрываем наш конверт. И снимаем верхний пласт. Теперь я возьму мак. В этот раз у меня мак. Можно использовать любую другую начинку, которая вам нравится, которая не течет. Это может быть даже и какое-то повидло. Абсолютно без проблем. Могут быть какие-то орешки. Это может быть кокосовая стружка. У меня здесь мак. Мак у меня перетертый. В него добавила еще немного сахара. Весь мак я не уложила, оставила немного, для того, чтобы его не было слишком много. Иначе рулет будет раскручиваться. Нам нужен именно тоненький слой. Распределяем мак по всему периметру. И начинаем заворачивать. Пакет нам здесь очень поможет. Намного удобнее даже, чем с силиконовым ковриком работать. Главное вначале свернуть плотненько. Поэтому первое оборот. А потом просто взяли и скрутили рулетик. Вот такой ровненький рулетик получается. Теперь этот рулетик нужно будет опять завернуть в этот же пакет. И немножечко прокатать. Для того, чтобы хорошо приклеился внутри мак. И не расходился. Желательно теперь оставить в холодильнике полежать. Хотя бы на часик. Я иногда оставляю и на ночь. Я иногда делю этот рулетик на две части. И запекаю его двумя разными частями. Одну часть предварительно заморозив. И разморозив там через неделю, сделав ею. Запекается в духовке при температуре 180 градусов. От 20 минут до получаса. Смотрите просто, чтобы он стал красивенький и золотистый внутри. Дожидайте, чтобы он немножечко остыл. И разрезайте. Получается у вас красивый вкусный творожный рулетик. Абсолютно простое в приготовлении. И очень вкусный. Обязательно попробуйте. Это очень вкусно и очень просто. А с вами как всегда был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.